Добрый день. Надо зайти с этой стороны от солнышка. Давай, чтобы сюда. Не охота их снять. Подходи, я с тобой поговорю. Люблю гусят. Наш отец всегда держал гусей. Пять гусих у него было. Сейчас не знаю, держат то столько или нет. Интересно, по 11-12 яиц. Как они помещались под ней? Они же большие. Ну, так и гусиха больше, курица. Интересно, они иные гусихи молодые. Уйдет и гуляет, гусак гонит домой. И вообще невиданная вещь. Всегда были белые, а гусак пестрый. Кто-то ехали, говорит, с поля, терновцем ударили его. Гусенок в ямку упадет, орет и орет, стоит, пока не вытащит. Вот как интересно, водились. Обменял на уток, а те саду пропали, все. Видишь, какие ужины. Недавно был здесь. Как они вытянут голову, разговаривают. А так беда только та, что зарежут. Вот это грех человека как. И он батюшке овечек вижу, как там режут. Ну, отпусти ты их куда-нибудь. А куда? Батюшка очень любит гусят. И любит сам процесс. Вот прийти и поговорить с ним. У меня вот когда инкубировала сама, маленькие прям, вот малюсенькие такие. Он придет и начинает с ними разговаривать. Они шеи тянут, они с ним разговаривают. И там, ну, такая любовь между ними. Это вообще прямо диво. И тут он недавно приходил, так тоже, чтобы не спугнуть. Прямо на колени опустился, к ним подполз. Тега, тега, тега. Они все шеи повытягивали. Все к нему тянутся, разговаривают. А он прямо, ну, самый счастливый, кажется, от этого. Да. Вот наш дом-то был здесь, вот. Где Павлов, тут поезжили. Наш проволок, это Лапкинский проволок. А на этой стороне жили Кондины, Кондинский. Продолжение его через улицу. Вот они как. И вот в окошко смотрю, когда они уже большие выйдут, вот тут, как машина, стригут и стригут траву. Какой у них пищу, вот как просто переваривается. Я вот не знаю, когда у них вырастают крылья. Вот сейчас уже, вот они большенькие. А крылышки все маленькие. А потом смотришь, как только оперились. Как размахнуться там, такой размах этих крыльев. Это вообще. Это кто, Лиза? Лиза поехал. Лиза, видите, как в деревне хорошо жить, потерявка. Вот я ехал с озера. Уставший, как будто усталости не было. Увидел, гуся-то тут стоят и с палкой стоят. Коршун прям хватает на лету. Они мяконькие. Коршунят он-то, глядь, подошел и наговаривает. Боком он пошел, шея-то боком. Уже напитался, травы наелся уже, видите, уже ложатся. Уже все, наелись. У вас ходил в подвал. Ты когда приехала первые годы, у тебя какое хозяйство было? Ну, у меня две коровы было. Что-то два теленка и два, ну, как они называются? Погодки уже. Нетили, да. То есть шесть домов. Ну, и овечки были. И овечек четыре штуки было. Гуси были свои. А сколько гусей было к осени? Ну, я не знаю, наверное, штук двадцать. Я сейчас точно не помню. Индюков сколько-то, наверное, да? Индюки были. Ну, индюков я потом убрала. Индюк, она такая птица, очень квелая ее, очень сложно. Чуть задела нету, да? Они вот гуся-то, даже вот он наклюнется, нет силы у него выбраться из скорлупы. Вот обшелушишь все, глядишь, вылез и живой, и живет. А этот даже вылупится сам. И ему там надо особые условия, чтобы его накормить, чтобы он на тряпочке этот корм ел. То есть такие слабые у них вот эти носы или что. Короче, не у каждого получается. У нас вот и Галя пыталась держать. Всегда курицы держала, разные породы были? Да. Сколько? Ой, у меня только декоративных пять штук было. Пять разных. Пять разных. Ты смотри, что, накрыли, накрыли. А там вода, там вода не была. А где вода? А вон там колеса. А-а-а! Вон они куда. Вот они куда пошли у нас. А что-то хромает-то? Залежали. Холодно ночью, наверное, было. И на нее легли, а она вылезти не могла. Кто, наступил, что ли? Нет, нет. Вот когда ночью спят гуси, холодно было. И в кучу сбились, и на нее, по-видимому, легли. Утром встаю, она сильно хромала, я ее на руках носила. Ну, сейчас тут две лет. Да-ка пьют-то тут грязь одна. Ну, теперь уже грязь была глубокая. Да-ка налить им тут нельзя дома-то? Ну, дома-то вода есть. Можно заделать там пленкой, да и... Да есть у них вода, есть. Это здесь они пока пасутся, пить-то охота. Это ж водоплава еще. И она возьмет в рот, поднимает кверху. И кто его учил так? И как один? Все одинак. Ох. Ой-ой-ой. А вот если бы... А вот утка, она затолкает нос, и вот там пьет, 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 она так голову не поднимает. Ага. И что интересно, знаете, у нас это, когда еще мама держала кучку, под кучку подложила утиные яйца. И кучка вывела их. Под кого? Курица. 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 Вывела утиные утят. Ну, ну. Ну, и она же их выводила, это их мамка. И дождь прошел, и там около дома огромная лужа была, а эти утята все в эту лужу. Как она раскудахталась. Она бегает по краю этой лужи, она кричит, а им удовольствие не справляют. А вот кушали и пили, как мать учила. Вот мать пьет, голову поднимает, и они точно так же. Я говорю, вот, пожалуйста. А то у тебя, помнишь, тогда был тут с цесарками? С цесарки. С цесарок держала еще. И один петушок с ним, и так же на деревья взлетает, и так же по улице ходит. Нет, это были петух и курочка такой же расцветки, как индюки. И с индюками и ходили. Тоже, видимо, и яиц мало было, я подложила эти куриные яйца. Обходите в ту сторону, обойдите дальше. И они это, ну, как вывели свою индюшку. А там кошечка. Вот они и привыкли, да, они высоко залетают. И она, и эти, и так, и они летают. Вот такая кошечка-то сколько, она молоденькая? Молоденькая, да. Коршун схватил, главное, гусенка, и она с палкой стояла. Он даванул его, бросит-то бросил, а уже все равно не живой. Вот так. Это мы работали. На пруду, на южном. И вот сейчас закончили. И она рядом со мной. Ты смотри. Придет, ляжет, лежит. Я уйду, и она уйдет. Потерял ее где-то. Муся, мяу, разговариваешь со мной, да? Как хорошо в деревне. Трава какая. Стоим мы здесь, это вообще. Размесьте. Трава, это трава, это трава, это трава, по плечи и так далее. И так далее. Пошипается по плечи. Здорово. И тишина. Что-то щипет нашел здесь. Они же у меня в ограде паслись. Вообще вот эта вот гусиная трава, конотоп. Они ее очень любят. А в ограде у меня ее не стало. И им пришлось есть то, что было. И они привыкли. Они теперь вот эту вот траву больше едят, чем конотопку. Они обычно лучше конотопки ликах у нее едят. Да, они конотопки. У нее, видишь, у нее нет, как бы сказать, осьев. Она ломкая. Листики тоже. Да, люку отрывать. Листики схватили. А это тоже вот. Ну, подошла. Лежит. Она привыкла в то гусято. А в городе кошку выгулять негде. Забьют. А здесь нужды не отходишь рядом с домом. Помоги тебе, Господи. Слава Богу. Какая радость за человека. Эти же самые годы можно прожить, говорят, в дыму, в гаре. И можно на чистом воздухе. Конечно. Вышла ты погуляла. Какой труд тут с палочкой стоишь? В нашем-то возрасте лучше вот на такой воздух. Вот они там. В городе. Ладно, гуси, до свидания. Теги, теги, теги. Да хорошие мои теги. У них голосок-то еще какой. Ну, уже вот белеют. Уже скоро первым пойдут обрастать. Все, пошел.